На коленники, на локотники, гамаши, ракушка, шея, шлем, коньки, шорт, нагрудник. Чтобы надеть на себя всю экипировку, даже самому ловкому спортсмену требуется минут 15. Подготовка к первому матчу на турнире за кубок Александра Овечкина в раздевалке «Армады» идет полным ходом. Сразу после церемонии открытия одинцовские хоккеисты скрестят клюшки с давним соперником – мытищинским «Атлантом». Прошлая их встреча закончилась проигрышем «Армады» со счетом в 10-1. Сегодня мы уже знаем соперника и будем играть с ними на все 200%. Турнир за кубок Александра Овечкина – настоящий подарок для юных хоккеистов. Многие, чтобы выйти на лед, даже прервали отдых. Одинцовцы готовились к ледовым баталиям. В несколько дней мытищинцы – полторы недели. Времени, чтобы подтянуть технику катания, отработать броски и передачи, было достаточно. Мы всегда готовы принимать в таких мероприятиях участие. Все ребята заряжены. Приехали даже те, кто, возможно, играть не будет, просто для того, чтобы поддержать, побыть с командой. Для нас важно, чтобы каждый игрок, каждый спортсмен, наш юный, чувствовал себя частью команды. Приехали самые сильные команды Московской области. И для нас это почетно быть первыми и принять этот турнир. Тем более, на сам турнир уже на закрытие приедет сам Александр. Первый турнир имени Александра Овечкина проходит в нашем городе не случайно. Виктор Тихонов пригласил 17-летнего будущего чемпиона мира в национальную сборную. Первые сборы команды состоялись в Одинцовском ледовом дворце. Михаил и Татьяна Овечкины, родители знаменитого спортсмена, вспоминают, обладатель Кубка Стэнли этого года начал заниматься хоккеем поздно, в 8,5 лет. Он тренировался по 8-9 часов в день. Он поздно пошел, он в 8,5 лет пошел заниматься. Пока за полтора года догнал и перегнал всех. О том, как важна поддержка родителей, знает любой хоккеист, даже начинающий. Много! Много! Спокойно! Спокойно! Кручок и пьет! Опыт прошлой игры, усердные тренировки и родные стены не помогли Одинцовским хоккеистам. Первый период завершился ничьей 1-1. Во втором армада уступала мытищенцам со счетом 5-2. Завершился матч победы «Атланта» 10-3. Был большой перерыв и достаточно серьезный турнир. Много очень знаменитых людей. И, скажем так, мне кажется, они уже взрослеют, они более осознанно к этому подходят. И все-таки вот у них присутствует степень волнения. Несмотря на волнение и допущенные ошибки, матч получился яркий. Наблюдали за ним с удовольствием не только родители начинающих хоккеистов, но и уже состоявшихся. Михаил и Татьяна Овечкины признаются, детские игры нередко интереснее взрослых. Дети, они полностью отдаются игре, полностью. У них эмоции все, понимаете, у них глаза горят, они плачут, они смеют, они забили, они ревут, забили, они так веселятся, так взрослые, так себя не ведут, как дети. На них приятно очень смотреть, большое удовольствие. Завершится турнир за кубок Александра Овечкина 21 июля. Организаторы говорят, что это была первая ласточка. По итогам соревнований будут учтены ошибки и, скорее всего, в следующем году летний праздник зимнего вида спорта также состоится. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Денис Харламов, телекомпания Одинцова.